История волка Ричи полна человеческих эмоций и, на наш взгляд, весьма поучительна. Это Таня, дочь кандидата биологических наук Натальи Дьяченко. К ним в дом волк Ричи попал в семидневном возрасте, слепым, беспомощным. Родное логово Ричи разорили охотники, его вместе с сестрой привезли в Брестскую область. Еще трех волчат отправили в Гродненскую область. Планы горе-охотников были весьма оригинальны – воспитать волчат, чтобы потом почти ручных подставить под выстрел зарубежным коллегам. Те, как известно, платят хорошо. Но не получилось. Чтобы выкормить недельных малюток волчат, нужны особые знания и терпение, а их у коммерсантов-браконьеров понятно не было. Только поэтому его принесли к Наталье, которая известна как мама всех лисят, совят, волчат. В природе волчица своих детенышей малюток вылизывает, а оставшись без матери, волчата не могут оправиться и часто погибают. Вот и сестру Ричи спасти не удалось. А над самим Ричи Наталья сидела три ночи как над ребенком и выходила. Волк вырос. Обожает сладости и свободу. Но в лесу не отходит далеко от хозяйки и по первому зову стримглав летит к ней сквозь лесные дебри. Волк добр и доверчив. Все люди для него братья. Может быть еще и потому, уверена хозяйка, что рос он рядом с Джеком, добродушным псом с кровью от кавказской овчарки и мастифа. Они подружились. Рич, Джек, Наталья Георгиевна и Татьяна. Жили поначалу все вместе в двухкомнатной квартире. После того, как волчонок стянул на кухне весь линолеум, его переселили в сарай. Там Рич обустроил себе логово. И вскоре даже коровы в соседних сараях перестали обращать внимание на странности нового постояльца. Ну, воет на луну. Так и с собаками это случается. Через девять месяцев подросшего волка горе-охотники вдруг решили забрать из ставшего ему родным дома. Наталья не отдала. И не отдаст ни за какие деньги. Когда мы приехали к этой семье в гости, то волка дома не было. Не было уже целую неделю. Похоже, волка выкрали. А через день после нашей встречи Наталья по телефону сообщила почти детективную историю. Какой-то зверь, то ли огромная овчарка, то ли волк, вдруг появился в областном городе Бресте. Представьте, по окраинам всемирно известного города прячется волк, который украдкой пытается прокормиться у мусорных ящиков и изредка подбегает к прогуливающимся женщинам. Хозяйку разыскивает. А волка-оборотня между тем уже разыскивают спецслужбы. Непорядок. Волк в городе. Надо отдать должное брещанам. Ричи спасли и на этот раз. Кто-то, знающий толк в волках, смог уговорить Ричи довериться человеку. Накормил его. Рабочие сутки прятали его в недрах завода от всякой случайности и передали счастливой хозяйке. Мы стали свидетелями финала этих событий. С шеи Ричи люди сняли петлю с огрызком толстенной веревки. Кто украл ручного волка и как ему удалось сбежать, останется загадкой. Вы видите первую прогулку Ричи со своими хозяйками после недельной разлуки. Устал. Видно, что не сладко пришлось, но счастлив. А еще по всему видно, что Ричи – добрейшее существо. Согласитесь, стрелять в такого зверя ради бумажек в высшей степени бесчеловечно. Продолжение следует... Редактор субпинь часоведжего MATores Корректор А.Кулакова Продолжение следует...